Добро пожаловать на канал Дмитрия Череватенко. Я пошел в школу радио. Ну это как несерьезно. Да, да, да. Ты лжес, ты чертов лжес, я видеть тебя не хочу! Да, 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 она не сказала, какой он будет. Дюрокса я озвучивал. Давайте, покупайте, чуваки. Классная штука. Филипп, привет. Привет. Как будто мы с тобой не виделись. Скажи, пожалуйста, как ты попал к микрофону, как ты начал озвучивать и помнишь ли ты свою первую роль? Да, 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 да. Когда так получилось, что я пришел с армии, и тогда был только театр, получается, у нас. Мы сделали с курсом театр. И, собственно, я надеялся еще на кино. Ну как так было, что я до института снимался, были какие-то съемки, потому что я из театральной семьи, и все, нет-нет, кто-нибудь куда-нибудь там позовет, что-то там посниматься. Без образования это было, и это было нехорошо. Ну, то есть, как бы, я это сделал, make money. Money making. И я так и думал, что я приду после армии, я пойду в кино, буду заниматься театром, будет все замечательно, будет все клево. Но так получилось, что что-то кино как-то не было, и это не было уже продолжительное время, соответственно, и денег не было, театр давал какую-то копейку, это было хорошо, здорово, но я понимал, что хочется какого-то развития все равно. Ну, просто ты тупо ничего не делаешь. Ну, театра, хоть его и может быть много, но ему все равно не хватает, и хочется еще чем-то заниматься. И я пошел на курсы радиоведущего. Мне это было интересно, тем более я как-то, ну, музыка меня всегда влекла, влекла, и я ей тоже плотно занимаюсь. Я пошел в школу радио, начал там учиться, а моя подружка, Аня Киселева, и моя как раз коллега по театру, и однокурсница моя, она пошла в компанию Нева работать. И вот она как бы тоже, она хотела туда там тоже звучать, и пошла туда работать, в итоге потом начала звучать. И вот она вспомнила, им нужно было записать какой-то ролик, какие-то пробы, и она вспомнила, слушай, Фил, ты, по-моему, сейчас микрофоном занимаешься, что-то там вот пробуешь тоже, ты из школы радио, я говорю, ну да, 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 да. Он говорит, слушай, приди к нам, проб запиши, там надо сделать. Я говорю, ну давай попробуем, господи, без проблем. Я пришел, записал пробы дома, отослал, они прошли удачно, мы сказали, слушай, круто, приходи к нам, давай запишем тебя около микрофона, я говорю, ну давай. Записался, и это была Гель Пирогова. Как раз я попал в Гель Пироговой, и записали, они не очень подошли, потому что микрофон профессиональный уже выявил изъяный голос, а там человек был в летах, чуть постарше, ну так, значительно постарше, поэтому это было слышно. Но после, в общем, все понравилось, я говорю, слушай, ну ты молодец, давай-ка будем тебя звать, и потом следующий проект был диснеевский феи. Тоже на Неве? Да, 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 ну то есть я вот как раз начал звучать на Неве. Были феи, и в феях я озвучивал, ну вот каких-то там персонажиков, мини-мини-мини эпизодики. И вот так вот эпизодики-эпизодики, гуры-гуры-гуры-гуры, потом побольше-побольше роли, вроде как схватываю быстро. И как-то вот пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло, за Невой появилась еще одна студия Пифагора, за Пифагором появился Мосфильм. Я на самом деле не думал, что я попаду в актера озвучания, дубляжа. Кстати, как правильно, на твой взгляд? Я не знаю. Я как раз недавно задавал себе этот вопрос, и я, наверное, актер дубляжа хорошо звучит. Но актер дубляжа, это значит, что ты занимаешься только дубляжом, ну грубо говоря. Ну то есть для других людей. Это же ты же называешь не для себя, ты же называешь для себя и актер, и актер. А актер может уже все. Ты называешь, наверное, для других, чтобы они понимали. Актер дубляжа, значит, он занимается только дубляжом. Актер озвучания, значит, он озвучивает все. Поэтому, наверное, актер озвучания для меня... Причем в интернете я поискал, что так и так. В Википедии написано актер озвучания, и написано «быр-быр-быр-быр-быр-быр-быр-быр», там-то, тета-тета-тета-тета. Актер дубляжа тоже есть какие-то сноски. Поэтому, ну вот, единственное, наверное, что вот у меня есть между актер озвучания и актер дубляжа. А вот актер озвучки, я не знаю. Ну, это как несерьезно. Да, да, да. Что-то там занимается. Вот, поэтому, да, я себе... Извечный вопрос у всех. Да, 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 да. Как лучше называть. А я вот на самом деле, я не думал, что я буду этим заниматься. Потому что когда-то, ну вот в детстве, мне папа говорил, что вот озвучка, и это закрытая какая-то каста, закрытая семья, в которую попасть нереально. Ну, и я как-то себе тогда это уяснил. Ну, во-первых, я никогда и не то, чтобы я... Ну, как бы, ну, одно дело, ты актер. Голливудские фильмы, все дела, и ты там, экшен у тебя. Ну, и этим я хотел стать актером озвучки, но я никогда не думал, что этим буду заниматься. И вдруг так попало. Ну, я понял, что это действительно закрытая каста. Я понял, что это реально семья. Но я понял, что я очень рад был быть частью этой семьи, потому что очень хорошие люди, очень светлые, тёплые. Во всяком случае, те, которые мне попадались. И действительно, я понимаю, что их не так уж и много. И, ну, здорово. Помнишь самую большую роль твою, первую такую, когда ты вот увидел объём и сказал, блин, вот это уже серьёзно? Ну да, у меня... Ну вот, вот, первый, я не знаю, называть, не называть этот фильм. Да, называй. Какой хакер? Я не знаю, он вышел, не вышел. Я его не видел в кинотеатрах. И это штука в чём? Что это какие-то ребята с Казахстана снимали совместно с Голливудом, с Канадой. Они взяли как раз актёров, и они хотели, чтобы этот фильм вышел, но это не топовая студия, поэтому чё-то у них там с бюджетами... То есть, грубо говоря, этот фильм, если бы он вышел, он должен был выйти типа там 14-15 год. Поэтому я увидел полноценный трейлер, я увидел, что они это сделали, но я не видел её в кинотеатрах, и даже в ограниченном показе я его не видел. В интернете он есть? И даже на Рутрекере я его не смог найти. Я его хотел посмотреть, думал, ну мало ли найду. Всё началось с простой мигрантской семьи. Это я, Алекс Данилюк. Мам, ты что? У нас отберут дом. Я ищу за работу, поверь. Из-за маминых слёз я возненавидел банки. Это списки банкиров, погрязших в коррупции, которых мы решили наказать. Причём это было больше даже удивлением и у меня, нежели у Геля. Она сказала, Фил, у тебя там 3 или 4 листа просто тайм-кодов выписанных. Я говорю, а это много? Она говорит, ну у меня такого никогда не было. За всю практику я такой первый раз вижу, чтобы у человека было 3-4 листа у одного актёра чисто тайм-кодов. И у меня был такой, опачки! Ну то есть я понял, что это будет круто, здорово, классно. И она говорила то, что актёр, получается, он говорит диалогами, и он говорит за кадром. И я мечтал вот это, когда мысли как будто идут. Я думаю, вообще классно, вообще круто. Это было очень здорово писать. Мы писали, блин, дня три, наверное. Деньги не меняют людей, а проявляют их. И вот как раз его было очень много, но я не могу сказать, что я там устал или ещё что-то. Это было очень интересно. Причём это было как раз... Вот я начал заниматься озвучкой, это было что-то там через, может быть, несколько, пару месяцев. То есть у меня до этого не было даже какой-то второстепенной большой роли, а тут свалилась сразу вот такая штука. И это было очень круто, здорово. Это было вкусно. И мне вот нравятся большие... Мне нравятся полотна, мне нравятся вот большие роли, потому что там можно поиграть. Я больше даже не люблю вот эти фразочки, потому что, особенно если короткие ещё диалоги, ты впрыгиваешь, думаешь, а какая это ситуация? Тогда-тогда хорошо, понятно. Ты только впрыгнул, а уже выпрыгнул. Думаешь, блин, ну окей, хорошо. Можешь назвать работы, которыми ты прям гордишься? Штуки 2-3, которые ты можешь сказать друзьям, там, вот, это я озвучил. Послушайте меня. И тебе самому приятно смотреть этот фильм и ощущать, что ты причастен к этому. Ну, слушайте, всё равно есть такое... Числавие. Всё, что у меня... Даже когда у меня есть несколько слов в фильме, но фильм какой-то из топовых, я говорю, ну, а там я есть. Ну, не то, что даже, мне интересно... Ну, это классно же всё равно. И, ну, я... Я не могу сказать, что я гор... Ну, блин, нет, наверное, можно сказать, что я горжусь этими фильмами, потому что мне очень приятно быть причастным к этому. Мне нравится... Вот «Космос между нами» озвучивали, мы с Мишей Тихоном, это было здорово, мне очень фильм понравился. Эдисон не был крутым. Простите. Эдисон занимался постоянным током, а Никола Тесла в то же время переменным. Эдисон заявил, что переменный ток убивает животных. В доказательство он убил током слона. Это делает его не крутым, а плохим человеком. Я не знаю, хорошо ли я справился с ролью, потому что, тем более, я знаю, как играл парень, и я слышал его. И я всё равно понимаю, что тут, как бы, ну, не получится сделать так же, и здесь получится попытаться не навредить, как бы. Я не могу сказать, что... Я надеюсь, что я сделал это хорошо. Я надеюсь, что я не навредил, и у людей не испортилось ни в коем случае ощущение от фильма, что он так же долетел таким же светлым, тёплым, классным. Мне очень понравилось то, что с Мишей мы писали недавно за пропастью воржи. Я жив лишь потому, что мы высадились чуть-чуть левее, а там всех убили. Я видел, как они умерли все до одного, я мог умереть, а не сидеть здесь. Джерри, мне жаль. Я бился за тебя. Ты лжец, ты чёртов лжец, я видеть тебя не хочу. Нет, 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 тебе не жаль. Не смей говорить, что тебе жаль. Ты лжец, ты чёртов лжец, я видеть тебя не хочу. Круто было тем, что мне Миша позвонил где-то за пару недель, что ли, может за неделю, говорит, слушай, ты читал «На трубость уважает»? И я говорю, пытался, честно, у меня даже был отрывок, когда я поступал в театральный, но что-то как-то не случалось, никогда не досчитывал до конца, он говорит, прочитай, прочитай, поговорим через неделю. И тут бац, попадается этот фильм, и я думаю, ну это же круто, это как подготовка к роли, это же какой кайф. Я думаю, здорово, дай-ка прочитаю. Я впихнул в себя этот роман, я не могу сказать, что он мне понравился, но все равно это очень сильно помогло, когда мы делали уже фильм, потому что я понимал, о чем, почему, то есть это было шире, глубже, это классно, круто, это было здорово. И сама я не знал о самой истории создания романа, то, что он писался на пляжах Нормандии во время войны. Просто для меня он был настолько какой-то американский, хороший, приторный, и парню что-то не нравится. Вот во всей этой классности, в супер-жизни его от нему не нравится. И для меня, я думаю, ну когда писатель, наверное, писал, когда чашка кофе, там сигареты, там все замечательно. И тут я узнаю вот эту историю, и для меня из-за истории создания стал сам роман, сам роман очень ценен. Так, еще. Так, чё его, чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-то было? Ну, естественно, я, я просто большой фанат комиксов, поэтому для меня, когда что-то делает Marvel, когда выходят какие-то фильмы про супергероев, это для меня просто праздник сразу, пир-пир-пир-пир-пир. И когда мне дали позвучать друга, главного героя Питера Паркера, Неда, толстычка. Это было круто. Причем, когда мне дали Неда, я, наверное, еще больше возрадовался, нежели бы мне дали Питера Паркера, потому что, ну, конечно, я бы хотел главную роль, но я понимал, что и парнишка моложе, и даже если бы мне дали, я думаю, блин, как бы я делал, а если бы я навредил, а если бы... Ну, все равно нельзя бесконечно высокий голос делать, ну, не получается. А тут мне дали толстычка, и я думаю, уху, вот это будет весело. Такой забавный персонаж, да? Он очень смешной, он очень смешной, очень классный пухлячок такой, поэтому я, я, я кайфовал, когда я его делал, да. А, еще, 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 еще. А, был, была очень смешная штука, я пришел к гели, мы писали фильм «Девушка без комплексов». Сейчас. Ударь меня. Ударить? Я хочу, чтобы ты ударил меня. Ладно. Ты серьезно? По лицу! Ударь меня! А я что делаю? Ударь сильно! О, да блин, врежь мне уже! Сейчас врежу! Бабуля, выпей витаминчики от старости и врежь еще раз! Ты, жалкая, бездетная бабка, ударь меня вот так! А, там был персонаж, и я сначала пишу, 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 ну как персонажик, персонажик. И тут он такой, извращуга оказывается, ну такой, комедийный. И это было так смешно, я такой смотрю на гели, она такая... Я такой думал, блин! Не сказал тебе, да, зарядка? Да, 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 она не сказала, какой он будет, но там у него немного сцен, но есть одна сцена, которая, ну, просто очень веселая. Она крайне веселая. Дай меня. Держи. Хорошо. Держи. Держу. Да, схвати меня за сиськи, схвати. Я привыкла думать, что сиськи это по моей части, ну ладно. Лизнуть хочешь? Ой. Да, ты хочешь их полезать? Ладно. Я лизу. Ты чего не лизишь? Да. Ты знаешь актера Илью Бледного? Да, знаю. Тебе никогда не говорили, что у вас голоса похожи немножко? Ну, меня зовут Илья Бледный. Закончил в Щукинское театральное училище. Нет. Я когда тебя увидел, слышал, когда на ног-то писал, когда слушал, я думал, что это он. Я у Иры спросил, а ты что, Илья Бледный? Я говорю, нет. Слушай, здорово, парируй. Я когда слышал, как ты записывал Игнеса, я думал, что это Миша Тихонов. Не Игнеса, Нокта. Нокта, 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 да. Я думал, что это Миша Тихонов. Я говорю, ой, это Миша Тихонов. Какой Миша Тихонов, он старше? Я говорю, ну, похоже просто. Какие ты роли можешь отнести и были ли такие к неудавшимся? Когда ты слушаешь и понимаешь, что вот что-то вот не туда ты ушел, и режиссер не исправил, и ты что-то не попал. Были такие? Я не могу сказать, что это прям роли, какие-то моменты, скорее всего. Потому что все равно они же дробятся на сцене, и вот какую-то сцену хочется сыграть. Или, допустим, ты понимал, что был удачный дубль, а взяли, допустим, другой. Ну, может быть, или до такого. Ну, такие моменты были, да. Да-да-да-да. Ну, я не могу их сейчас вот вспомнить. Ну, я говорю, что это больше, наверное, не вся роль, и ты прям думаешь, господи, как ты это сделал вообще, зачем ты вообще как-то вообще, что у тебя за настроение тогда было, почему ты так плохо работаешь? Клинит. Нет, скорее всего, это отдельные сцены, какие-то фразы, потому что, ну, это же актерское мастерство, тут же тонко там выстраивали, и ты понимаешь, что это либо работает, либо не работает. Это же чувствуется сразу. И ты думаешь, что вот, блин, здесь был неточен. Ай-яй-яй, нельзя так делать. Или, допустим, взяли, я не знаю, по каким причинам взяли, допустим, не тот дубль, который для тебя тот был более точен, а для режиссера этот более точен. Ну, вот бывает и так. Друзья узнают голос твой? Почему-то, самое забавное, они очень бесятся, когда я им не говорю, и они не узнают. Я говорю, так это же хорошо, что вы меня не узнаете. Во-первых, плюс мою копилку, то, что вы меня не узнаете, плюс как бы, ну, иногда, если знаешь человека, ты потом смотришь фильм, и у тебя постоянно вот это восприятие бэкстедж идет, то, что вот это главный персонаж, а это Фил, а это Фил, а это Фил, а это Фил. У меня просто такое иногда бывает, когда я, допустим, там прихожу, у меня вот Танька Киселева тоже озвучивает постоянно, и очень много, и я смотрю, и там какой-нибудь ужастик, ну, смешно. И мы приходим, он говорит, а мы на что идем? Я говорю, ну, вот на это идем. Он говорит, ну, если я правильно понимаю, то у меня там главная роль. И мы сидим, и реально у него там главная роль, и мы такие... Ну, в общем, нормально, в какой-то момент абстрагировали. От этого, и это было смешно, забавно. Ну, конечно, это было больше забавно, нежели ужастик, потому что мы понимали, что они тут, они там, вашу маму и тут, и там показывают. И причем я стараюсь это делать, потому что когда уже выходит премьера, я выкладываю сразу постик какой-то, ребят, идите, посмотрите, вот, там можете услышать мой голос, может, приятно будет. Но ребятам, а, приятно, что когда они меня слышат, и... Да даже некоторым приятно, когда они меня на самом деле и не узнают, и не слышат. Но многие пишут, допустим, если даже... Многие узнают. Многие даже из... Если реклама какая-то там, рекламу услышали, написали, «Слушай, а это ты, а это ты?» Я думаю, нифига себе. В рекламе в какой можно услышать? Сейчас Адреналин Раш есть. Но когда Адреналин переполняет... Ты понимаешь, ты на верном пути. Все ты можешь. Адреналин Раш. Дюрокса я озвучивал. В метро? Это ты? Вот эти дюрокс там с какими-то картинками? С какими картинками? Не, это я озвучивал, знаешь, рекламу, это самое, которая была... Знакомьтесь, это Макс. Он там такой-то, 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 и у него то-то, то-то, короче. Ходи на свидание с дюроксом. Хочешь познакомиться с парнем? Как тебе, Руслан? Спортивный? Харизматичный? Уверен в себе? И у него гонорея. Он не знает об этом. Когда тебе нравится парень, ты об этом не думаешь. Практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией. Ходи на свидание с дюроксом. Я понимаю, что, черт возьми, я делаю население более продвинутым. Давайте, покупайте, чуваки. Классная штука. Слушай, кого бы ты хотел видеть в следующий раз? У тебя? Про кого послушать, да. Семь кузнецов? Я тоже очень хотел бы. Да. Геля Пирогова? Ну вот, было бы здорово. Лен Шульман. Интересно послушать. Ань Киселева. Пускай приедет, ей есть что рассказать. Все братья Final Fantasy. Мне кажется, что это будет... Ну, мне просто кажется, что это такая объемная, крутая штука. Когда это очень колоритно может быть. Это круто. Ну и достаточно. Ну все, спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Спасибо.